С давних времен книги считались единственным источником знаний. И неужели в век современных технологий бумажные книги уходят в прошлое? В нашем сегодняшнем сюжете мы решили узнать, не пустуют ли столичные библиотеки и произведения какого жанра являются популярными среди посетителей. Получить ответы на наши вопросы мы приехали в столичную библиотеку имени Косымалы Баялинова, которая уже больше 30 лет является хранилищем книг и знаний. Это не просто здания, а современные образовательные центры, идущие в ногу со временем. В день у нас приходит до 500 читателей, если у нас есть какое-то мероприятие, может быть, акцию мы проводим. Посещают библиотеку все, кто хочет получить информацию. Это могут быть совсем маленькие дети с мамами от двух лет. Это могут быть пенсионеры, которые приходят посмотреть газеты, почитать, может быть, какую-то книжку домой взять. То есть возраст не ограничен. Больше всего, конечно, приходят к нам сейчас подростки. Это где-то начиная с 12 лет, вот так вот, и студенты до 18-16, вот так вот. Также в эпоху интернета набирают обороты скорочтения. Эта техника экономит время читателя, но специалисты рекомендуют использовать скорочтение только при необходимости, например, непосредственно перед сессией или важным экзаменом. В читательном зале мы встретили немало любителей книг, что, безусловно, порадовало нас. И прямо сейчас мы узнаем, почему они решили провести досуг библиотеки и какие литературные жанры они предпочитают. Здесь проходят разные мероприятия. И немало того, мне нравится здесь читать книги, потому что здесь собраны книги про разные темы, начиная от английской грамматики, то заканчивая об истории какой-то страны. Я больше предпочитаю читать о культуре и о истории разных стран. Последняя книга, которую я читал, это рассказ о человеке, который совершил кругосветное путешествие. Мне интересно сюда приходить и читать всякие книги, на английском особенно. Мне нравятся детективные, да. А библиотека – это хорошее место сконцентрироваться, получить побольше знаний, потому что много ресурсов и много людей окружают, у которых, возможно, можно спросить, и также настроиться на учебу полностью. Как было сказано, чтение книг приносит огромную пользу. Оно увеличивает словарный запас, развивает память и мышление, снимает стресс, улучшает сон. Несмотря на то, что сегодня стало модным носить последние модели гаджетов, читать книги будет в тренде всегда. Ведь человек, который умеет находить время для чтения, является человеком счастливым. Поэтому читайте книги и обретайте счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова